Весьма интересная тема, что мы из себя представляем. То есть я-то помню Советский Союз. И тогда в Советском Союзе все было настолько хорошо и красиво, что было просто изумительно. Я своими ключами открывал три квартиры в подъезде. Никаких железных дверей не было. К нам звонили, приходили по нашему телефону. Когда нужно было клада, да и в городе позвонить. Это было все красиво и ровно. И тогда мы были идеальными человеками, что сегодня и сейчас. Да-да-да, что сегодня и сейчас. И куда нас развернули. То есть из нормальных людей, из нормальных человек, из нормальных товарищей, из нормальных умных специалистов из нас сейчас что сделали? Из нас сделали злобное быдло. Как это случилось? Да все легко и просто. У нас случилось достаточно... И красиво с точки зрения капитализма, да. То есть я был в тех нормальных капиталистических странах, я нигде такого злобного быдла не видел, поверьте мне. Я был в Великобритании, я был в Америке, я был в Германии. Я там везде был, я такого злобного быдла, как магнитогорцы и как россияне, вообще нигде не видел. Ну, давайте все-таки определимся, что в России не везде такие товарищи есть. Я знаю несколько мест, куда бы я ездить, но переехал. Но почему мы стали таким злобным быдлом? Ну, во-первых, у нас есть такая дивная система под названием «Ипотека». Да, я понимаю, о чем идет речь. Да, у нас еще есть дивная система под названием «Машины». Отличная вещь. Но сама злобность бытия у нас еще обеспечивается тем, что нас везде и всюду обманывают, просто обманывают. Вы не верите и не знаете, я вам скажу, что вот в этом месте я зашел. Понимаете, что касаемо меня сегодня и сейчас. Да, у меня проблемки, естественно, я получаю пенсию, естественно. Денег не столько, сколько должно быть. Ну, что делать? И в этом случае я пытаюсь денежки свои сэкономить. Как их свои денежки экономить? Это сейчас просто делается. То бишь, я их не трачу в том количестве. Я, по большей части, питаюсь своими теми вещами, которые я сам выращиваю. Картошка, свеколка, морковка. Но иногда, иногда, ну просто иногда. Я смотрю, просто вы не должны понимать, что я тупорылый. Я далеко не тупорылый человек. Я телевидением занимался достаточно давно. Я все прекрасно знаю, где, чего, кто, сколько и наворачивает. Я примерно знаю ценники, где, кто и имеет. Я не сторонник сетевиков, потому что я не понимаю, что... Ну, там базовый ценник это один, за сколько они заворачивают ценник, другой. То есть первоначально вы за что проплачиваете? Если мы будем говорить про доширак и про все эти вещи, вы просто проплачиваете за коробочку, понимаете? Она такая красивая коробочка, ну и что толку-то? Потому что то, что внутри, это стоит примерно 11 рублей. Это максимальная сумма, это долбаны доширака. Вы платите 75, ну я не знаю. Парняки, вот, наверное, им-то это вкусно, да, доширак. Но когда вы начинаете включать, то везде и всюду вы понимаете, что вас начинают обманывать. Я не сторонник того, что нас обманывают. Мало того, внезапно, просто мне захотелось макароны. Я точно знаю, сколько они стоят в магните. Точно знаю, сколько они стоят в пятерочке. То есть они примерно стоят, ну, грубо говоря, 400 грамм. По их дельта цене они стоят 20 рублей, да? Ну, тупо перемещая, так все, 5-10. Я посмотрел, что, может быть, вы здесь сможете килограмм купить там за 60 рублей, да? Я не противник, но когда я пришел, попросил взвешивать ваш товар, оказалось, что там не килограмм. Там всего 800 грамм, а ценник как за килограмм идет, понимаете? Я задал дивный вопрос, ребят, ну это же не килограмм, правильно? Это всего лишь 800 грамм. То есть пересчитайте, у вас же ценник был в килограммах, правильно? Они даже это сделать не перестали. И знаете, как они, они тебя так ведут, что как будто мы им что-то должны. По сути дела, мы им не должны. Я был в нормальных странах, во всех нормальных странах, во всех нормальных странах, за исключением одной нашей дивной страны, я не слышал слова «кризис как таковой». Ну, нету там кризиса, ну, нету нигде там кризиса. И даже когда мне говорят про Америку, и даже говорят про Великобританию, я говорю, ребят, давайте все-таки, как бы вам тебе сказать-то? Ну, если честно, я работаю на телевидении уже 20, да, 28 лет, да, да, да. Я прекрасно знаю, как вам по ушам проезжать, понимаете? Я этим делом занимаюсь, я этим делом, это моя жизнь, не понимаете? Вот, и когда товарищи начинают что-то втирать, я говорю, вы кому втираете? Вы втираете тому, кто реально съездит, реально посмотрел, реально понимает, о чем идет речь. Я так мало того, что там еще реально был. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, да ладно. То есть, вот там система продажи товаров вам, это немножко другая тема. То есть, это система продажи вам. То есть, люди продают, понимаете? Люди наворачивают деньги, но люди должны всегда с большим удовольствием к вам относиться. И когда на вас втирают, когда вам что-то по ушам проезжают, ну, я не знаю. Как нормальный человек, я бы пришел и сказал, что это мне не нравится. Но вы не все такие. Я единственное, что пытаюсь это делать, поверьте мне. То есть, у меня есть YouTube-канал. Естественно, все это дело я на YouTube-канале делаю. Но там умные сюжеты. Если вы будете с умом смотреть, вы посмотрите меня на YouTube-канале. Это не в эфире, потому что мне даже в эфире колбаса ноль. И в эфире я не могу сказать то, что я всегда говорил. Кстати, снимаем что-то, да? Да снимаем, конечно. Ну, вот еще одна весьма интересная тема, да? Чем эта тема весьма интересна, я сейчас объясню. Да. Что находится за моей спиной? За моей спиной находятся наши аптеки, дивные аптеки. Я просто балдею от этих дивных аптек. А в связи с тем, что у меня были некоторые проблемки, да, ну, они до сих пор есть, естественно. Вы же должны понять, что с Глебом Устомовым, ну, по крайней мере, все вам говорят, что вы проживете год и три месяца. Может быть, так оно и есть, я не знаю. Но я проживаю 10 лет. Дай-то Бог. Я всегда буду про это говорить. О чем идет речь? Да, господа мои. Я буду и показывать, и объяснять. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы проблемы с онкологией у нас решались достаточно легко и просто. Да, это серьезное и заболевание хроническое. А вы думаете, что с хроническим бронхитом вы долго проживете? Нет, вы долго не проживете с хроническим бронхитом. Если вас не будут лечить, вы просто легко и быстро крякнете. Это обыкновенное хроническое заболевание. Я уже не говорю про пневмонию. Мне в этом году даже пневмонию умудрились из хронического бронхита. В прошлом году, простите, такое вещь случилась. Но давайте все-таки поделимся с ценой вопросов. То есть цена вопросов. Я не противник того, что сделал Виктор Филипп Учарашников. Я не противник. Но я противник того, что случилось с нашим злобным быдлом. То есть наше злобное быдло раньше было вообще красиво и ровно. То есть это был 92-й год. Я так же занимался. Вы не думайте, что я не занимался. Я так же продавал все то, что должно было быть. Это было очень сильно, красиво и качественно. Это было самое лучшее время. Ну, когда все это дело перевернулось. То есть, честно скажу, ну, по крайней мере, у меня сегодня и сейчас я нормально прожил всего, ориентируясь по сути событий в этом дивном государстве примерно 4 годика. Это невзирая на то, что уже как Советского Союза 32 года-то и нету. Вот так вот, да? Клево. Обалдевают эти события. Так вот, это был 92-й, 93-й год. Это был 97-й, 98-й год. Это был 2007-й, 2008-й год. А в 2009 году я понял, что все, приехали. И подошел к зеркалу и так и сказал, что ребятушки, все, приехали. Нежели богато, а не хер начинать. А потом случилось дивное событие. То есть, я не знаю, о чем сегодня и сейчас это все прошло, но, скорее всего, это была радиация, 5-я, 10-я. Потому что, как бы вам сказать, из разряда видеоинженеров, то три человека, мною знакомых, не дожили до уровня 47 лет. А может быть и раньше ушли. Ну, так-то все было клево. Это видеоинженеры, хорошие, качественные. Очень плохо, что они долго не прожили. Я точно знаю, что на телевидении долго мы не проживем. И в 39 лет со мной случилась та же Васенька. Уясенька, херасенька. Божечку мне открыли. Не поняли, о чем идет речь. Ну, это поняли замечательные товарищи с Турции, которые, посмотрев мою гистологию, так и сказали. Глеобластома. Я был не просто очарован. Я был просто как очарован. Мягко так говоря. Ага. Ну, а в связи с тем, что мне здесь сделали операцию, ну, не буду показывать, о чем идет речь, после того, как я поехал на радиотерапию в Челябинск, я сказал, что вот, в принципе, как бы нам необходимо все-таки темодальчиком меня подлатать то. Но, оказывается, нет, ни хрена. Я, когда увидел эти ценники, я, это уже отдельная тема. Не торопитесь, сейчас еще кое-что объясню. То есть, когда сам темодал у нас стоит в 30 раз дороже, а будем говорить, что я беру 100 человек и говорю, из вас примерно 65 умрот от рака, а вы мне сейчас должны 30 давать лекарства, куда они в огня бы послали. Ну, наверняка подальше. Естественно, я поехал за этим темодалом туда, куда нужно было. Я взял настоящий качественный темодал, а не тема заламид. Теперь вопрос немножко другой. Вот. Про тема заламид, про то, что лечит. Так вот, эти все лекарства лечатся дженериками. И когда мне говорят, что слово дженерик – это все плохо, я говорю, ребят, ну, возможно, это у вас плохо. Хотя я знаю, ну, примерно ориентируясь так, примерно ориентируясь, наверное, 5 или 6 миллиардов человек, которые на этих дженериках и живут. Не в курсе событий. А зря, кстати. Это замечательные две страны. Одна прямое назначение у нас, это называется Китай. Дженерики. Замечательная страна под названием Индия. Там тоже все дженерики. Это так. С легонцухи вам сразу 4 миллиарда человек. А там еще есть страны Азии, которые также живут на дженериках. И все там в порядке. Так вот, когда я пришел сюда, мне нужно будет вот это лекарство. То есть я еще раз говорю, да, то есть люди перешли из разряда ларьков, все взяли себе вот такие штучки под названием Питека. Я не знаю, как одновременно высказать то слово, которое мне никогда не нравилось. Я считаю, что это жесткий обман. Да, это жесткий обман. И когда я сказал, что мне нужен лак Тусан, который дешевле, чем то, что продается, они мне сказали, ой, дженерик это говно. Я говорю, здравствуйте, дженерик это не говно. Я еще раз объясняю. На дженериках живет большая половина всего человечества. Если не 70 или не 80 процентов, то в то. А теперь, когда мне говорят, что существует ад, таких адов, тоже даже человек, он стал адом. То есть он купил себе лекарство, приподняв цену в 55 раз. Я люблю эту дивную страну Америку. Я люблю дивную страну Америку, потому что я даже покупаю то, что мне нужно, это видотокс. Я знаю, сколько он там стоит, на Кубе он там стоит 5 долларов. Здесь они для форрернов его продают за что, 63 доллара. И некоторые кубинцы везут видотокс в Россию, но они нихрена не понимают. Я вот в следующий заход, я обязательно к ним приеду, скажу, что, ребят, мы вам помогаем, ну, помогите, пожалуйста, и россиянам, ладненько. Потому что я все понимаю, о чем идет речь. Но если мы вернулись, и мы хотим, чтобы вы жили нормально, серьезно и качественно, то этого делать не надо. Так вот, самый этот видотокс, который является ядом голубых скорпионов, там, вытяжка, естественно, он в Америке, не торопитесь, 5 долларов, да, знаете, сколько он там стоит? Так в Америке этот видотокс сейчас стоит 500 долларов. Там у вас все в порядке? Америка, что-то вы еще подальше, чем Россия-то, волоткнулась. Ну да ладно. То бишь, при всем богатстве выбора, я бы вам рекомендовал использовать нашу замечательную партию, которой я обязательно в следующем, это, кстати, будет не так далеко, 11-го числа. Я ему скажу, что, ребят, почему лично Леха, лично Челейкин Алексей этим делом занимается? Потому что я люблю вас, я люблю настоящих жителей моего любимого государства, в котором не существовало никаких подразделений, в котором не было наций как таковые. Это был Советский Союз. И Советский Союз очень хорошо повел себя, и сделал это настолько красиво, настолько хорошо сейчас живет замечательный товарищ, которые, посмотрев, что творится, немножко переделали свое отношение к человекам, которые живут на всей территории планеты Земля.